Здравствуйте! Это Суть Дела. Мы продолжаем начатый вчера разговор о новом мегапроекте Турции. Турецкий президент объявил о запуске нового инфраструктурного проекта – строительство канала Стамбул. Замысел Эрдогана в том, чтобы соединить Черное море с мраморным, создав таким образом альтернативу проливу Босфор. Риски для России приобретают особую серьезность сегодня, когда три из шести, не считая Абхазии, причерноморских страны, уже члены НАТО, а две собираются туда вступить. Впрочем, тут есть еще ряд нюансов. Во-первых, помимо Босфора, связывающего Черное море с мраморным, есть еще и Дарданеллы, связывающие мраморное море со Средиземным. И на этот пролив тоже распространяются действия Конвенции. То есть туркам придется прорыть два канала, чтобы пускать в Черное море суда в обход Конвенции. А во-вторых, Конвенция Монтре, помимо использования проливов, регулирует и сам статус Черного моря. То есть, какими бы способами корабли не попадали в Черное море. Правила Конвенции действуют в любом случае. Единственный способ изменить это для Турции – выйти из Конвенции. Несмотря на то, что большинство экспертов даже не рассматривают такой сценарий, сам турецкий президент ранее давал понять, что это все же не исключено. Если цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в дискуссию о Конвенции Монтре, нет смысла в публикации каких-либо документов. Стоит дать возможность высказать свое мнение академическим кругам. Мы не пытаемся и даже не думаем выходить из Конвенции Монтре. Но если эта потребность возникнет в будущем, мы не постесняемся пересмотреть любой договор, противоречащий нашим интересам. Заявил он совсем недавно. Есть еще одна опасность для России – война. Единственный случай, при котором Турция имеет право закрыть существующие проливы. Правда, согласно Конвенции, речь должна идти исключительно о войне с участием самой Турции. Но Турция – член НАТО, а нападение на одну из стран Альянса означает вступление в войну всех остальных. Пункт пятый – НАТОвского договора. То есть формально война России с НАТО, даже если Турция реально не будет в ней участвовать, будет означать войну между нами. И это даст Турции право закрыть проливы для нас. Зато пускать в Черное море корабли тех же Соединенных Штатов. Знаменитый мистер НЭТ, министр иностранных дел СССР Андрей Андреевич Громыков, по этому поводу говорил, что в случае закрытия каналов для СССР наш флот проделает новое – на месте Стамбова. Остановить допуск НАТОвских кораблей через новый канал мы тоже можем. Этот канал Россия вполне сможет закрыть пуском ракет комплекса «Бастион», уверены военные эксперты. Затопление даже одного судна в этом канале заблокирует его на достаточно длительный срок. И НАТОвские подводные лодки через него не пройдут. К чему может привести строительство канала? Выйдет ли Турция после этого из конвенции Монтре? И как это может повлиять на отношения с Россией? Все это будет зависеть от того баланса сил, который будет складываться на тот момент в регионе, уверен Икбаль Дюре, турецкий политолог курдского происхождения. Но, конечно, несложно догадаться, что в этом проекте заинтересованы Великобритания и США, потому что появление нового канала, как минимум в будущем, даст возможность манипуляций вокруг конвенции Монтре, которая в своем нынешнем виде их уже не устраивает. Выйдет ли Эрдоган из конвенции? Конечно, теоретически может. Но другой вопрос, останется ли он у власти к тому времени? И вообще, как изменится баланс сил до этого времени в регионе? И будет ли проект нового канала реализован в принципе? Я думаю, что если он его построит, то может и выйти из Монтре. Эрдоган, как он уже неоднократно об этом заявлял, не то что Монтре, но и Лозанский договор не устраивает. А Монтре – это и есть продолжение Лозанского договора. А Лозанский договор – это юридическое оформление распада Османской империи, устанавливающей современные границы Турции. Вообще, Эрдоган – это такой черноморский Лукашенко, балансирующий между Россией и США, НАТО и ЕС, Ираном и Саудовской Аравией. В этой сложной системе координат главное для Турции – не заиграться. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.